неоднозначность думаю именно таким словом можно назвать финал в целом нет не потому что он плохой не потому что он скучно и так далее вот просто нет ощущения того что это финал то есть даже прошлые два года со своими скучными финалами показывали нам что все финал сезона расходимся а тут как-то нет создается такое ощущение будто прошлый эпизод был финалом а это слитая начало десятого сезона вот правда как-то все было не так опять же эпизод был во многом хорош он мне понравился но финал не финальный какой-то от концовки не испытал я вообще никаких эмоций то есть ну финал до финал что-то похоже я испытывал когда кончился третий сезон то есть вроде и арку с губернатора мы кончили все отлично но как финал воспринимался эпизод не сильно хоть плохим и не был здесь также может не хватало драйва какой-то динамики присущие буквально таки каждому финалу напряжение как это было с финалом 6 сезона там без экшена все было отлично но в этом сезоне все как-то иначе нам лишь дали знает что у альфы что-то намечается видимо стадо на общины пустить хочет ибо мне кажется что все-таки она их засекла вбросили нам чье-то сообщение по приемнику юджина этот момент я даже твистом назвать не могу ибо он меня вообще никак не зацепил я не испытал абсолютно никаких эмоций тем не менее годных моментов в эпизоде немало мне понравилась лидия который было крайне тяжело и это чувствуется кэрол который также было нелегко но все же самые интересные линии для меня была ниганская сделал он конечно все по красоте думаю после этого в десятом сезоне мишон даст ему поле для пробежки не меньше и тот уже будет действовать как надо в общем затянул я это обзор финального эпизода 9 сезона ходячих давайте начнем то что мы все так ждали зима дала на знать о себе с самого начала как минимум это ощущение холода присутствовала буквально в каждом моменте и автором удалось вызвать лично у меня подобные ощущения этот холодный фильтр наложенные во время эпизода создавал какое-то чувство пустоты врага холода ну а под рассказы езекииля в начале это все вписалось на мой взгляд отлично чувствовалось что королю тяжело даже спустя несколько месяцев ему больно об этом говорить плюс ко всему надо покидать общину что также на изю давила наверняка он также с болью от воспоминания о гене смотрел на лидию как тоже кэрол или олден что на девчонки явно тяжело сказалось дэрил во всей этой ситуации молодец на мой взгляд поддерживает лидию не дает ей сойти с ума от всего того что на нее свалилась а в особенности чувство вины было видно что той крайне тяжело шла на стороне это всех из всей толпы только дэрил ее защищал этот груз в виде воспитания лидии он целиком и полностью повесил на себя и даже боюсь представить что было бы если бы она все-таки погибла либо убившись сама либо от рук кэрол хотя вполне возможно что в следующем сезоне будет что-то подобное этот будет из-за случившегося неистово бомбить честно я даже в какие-то моменты думал что та и вправду сольется начиная с момента сходячим я даже начал за нее беспокоиться слива и и сейчас уж точно не хочется хотя поначалу думаю бесила она почти что всех ситуация с чарли с бхм было кстати схожа тут также многие фаны возненавидели после того что та уча дила чарли но вот тоже не я позже большинству фанатов она в конце концов понравилась и из нее в целом вышел неплохой персонаж надеюсь что с лидией поступят также продолжим раскрывать ее и делать персонажа еще более интересным как минимум начинает зарождаться с ее участием два дуэта и это ее дуэт с роднегом ну и конечно же ее дуэт с кэрол который в этом эпизоде мне понравился особенно накаляющей в эпизоде была сцена с этими двумя где лидия хотела чтобы седая ее завалила ибо та слабая да и к тому же из-за нее все тогда погибли как она считает по-моему кэрол в тот момент задумывалась над убийством лидии ибо по ее глазам по ее взгляду было понятно что то и крайне тяжело она во многом винить лидию как и многие другие но в тот момент мне кажется на ее конечное решение повлиял родные который вначале сказал что гена бы хотел чтобы это было с ними что-то не такая мразь какую мать генри хотел чтобы она была тут она хорошая девушка вот зуб даю именно этот диалог в начале то что она в том моменте могла ко всему прочему вспомнить гену посмотрев на лидию все это повлияло на ее решение не убивать лидию что конечно же верный поступок момент мне этот напомнил опять же бхм а именно когда алисия и чарли в десятом эпизоде четвертого сезона оказались в западне в затопленном подвале из которого единственный выход был завален тогда девчонка тоже себе винила в смерти ника и просила алисию себя убить но то даже с явно накопившуюся ненавистью к ней сделать этого не смогла тогда тоже шаром весь придавалась стихия в том случае это был шторм ну а здесь на заднем фоне была метель которая не настолько конечно зацепила да и на сюжет как в бхм никак не влияло но все же мне кажется что это была небольшая да отсылка обидно было лишь за то что не слили абсолютно никого вот никогошеньки на моменте с подснежниками я ждал что кого-то хотя бы схватят но нет все обошлось ну да ладно очень уж какими-то не такими мне показались замерзшие ходячие по-моему странно они как-то заледенели даже не в движении а просто в обычном положении тела тут вообще будто нпс какой-то залагавший ну хз момент малозаметный и незначимый по сути но мне в глаз по линку запустил так что отметить его должен был в александрии тоже была одна для меня интересная линия линии нигана да все сцены в александрии были абсолютно ниганские не иначе тот отнимал буквально каждую секунду у любого из показываемых персонажей будет то сидик габен или юджин мне понравился его спич на счет любовного квадрата о чем я как-то сказал в одном из видео видно что тот как бы и не со зла или не из чего-то подобного это говорил он просто пытался как-то разбавить обстановку но вышло конечно не очень до самым главным моментом эпизода был уж точно побег книга над колонны во имя спасения джулит мне вот вообще никак не понятно то почему больше никто за джулит бежать не стал по сути вам дали задание оставаться с ней а значит тот же габен или кто-то другой должны были бежать за ней но это сделал ниган мне понравилось то что тут впервые наверное показал за нее настоящее беспокойство в том же четырнадцатом эпизоде сезона когда мишон вся паникующая пришла с вопросами к нигану а где же джулит ниган даже не спешил с ответом будто за нее и не боялся хотя тогда она сбежала вообще неведомо куда да и за ворота общины что еще в 15 раз опаснее чем сейчас тогда он будто специально себя так вел хотя в тот момент я ждал что чувство беспокойства нахлынете на мужика сбитой сейчас же на его лице читалась боязнь боязнь за малявку было видно что он боится и отчаянно ее зовет немного все же был непонятен для меня момент когда по нигану попал лист металла или что это вообще такое в общем на мой взгляд ранение тогда было сделано искусственно дабы придать сцене еще большей паники свою изюминку тогда подала нам метель сквозь которую видно было буквально таки ничего впервые такое входячих вижу зима ж мать его и насчет ее введения она мне зашла все сцены были по-настоящему годными и в целом смотрелось все необычно а от того и обалденно особенно для нас для тех кто зима в хм видит впервые а тут такие все после ниганского пореза у меня появился страх за него ибо я начал думать что любителя ломать корейцам головы вот-вот ждет слив да и плюс ко всему многие мне тогда пытались скинуть спойлеры насчет этого эпизода за что я тех и банил помню кто-то написал что один или двое персонажей точно сольют и тогда-то паника меня знатно охватила дошло даже до того что в момент когда ниган отдал куртку джурит у меня возникла мысль а что если ниган вдруг заболеет и умрет да да такого адекватному человеку додуматься сложно но видимо я не из тех и был очень рад тому что ниган остался цел после этого поступка и лампового диалога мишон и нигана в котором стало ясно что так бывшему злодею неравнодушно доверие к нигану только возрастет и тот уже должен будет по-любому принимать участие в войне с шепчущимися а та самая война наверняка скоро будет ибо мне кажется что наших путников все-таки смогли засечь навряд ли альфа просто так тогда сказала если что-то и будет то это явно либо стадо либо она нанесет визит в хилтов или александрию хотя уж лучше бы это было стадо ибо заждались да и я вообще ожидал что сезон кончится клиффхэнгером с идущим на одну из общин стадом как я и сказал в начале концовка финала не купила то есть вообще никак увы могу лишь только назвать ее лишней сейчас объясню почему начну с того что и без этого ясно что звонила это либо мэгги либо джорджи ну или же группы из огайо то бишь содружество из комикса хотя вполне может быть что таковым в сериале станет и база джорджи куда и свалила мэгги лишний такой финал как минимум потому что с шепотами еще не все окончено они все еще представляют немалую угрозу и по словам альфы ближайшее время они должны действовать содружеству появляться еще очень и очень рано ибо связывать воедино и войну с шепотами и появление содружества это дело гибло на мой взгляд если только 10 сезон не окажется последним да и то это было бы самоубийством для шоу также не могу не отметить то что именно это арка с содружеством в комиксе по заверению многих фанатов самое скучное буквально таки за все времена комикса ну а если нам в шоу не смогли даже год на всеобщую войну подать то тут уж тем более могут налажать ибо что-то лучше комикса у авторов редко выходит единственный пример это каннибалы которые в шоу оказались куда более понятными неплохо прописанными а также как для антагонистов обзаведенными неплохим появлением и жестоким сливом как и было сказано в начале не финальный какой-то финал вышел 15 эпизод с колями за него сошел бы куда больше это уж точно этот эпизод могу назвать обычным хорошим эпизодом но точно не финалом но так как это финал соответственно ждали все большего так что 8 баллов из 10 эпизоду я ставлю в принципе финал сезона не слили тут хоть не было идиотии бреда и так далее что мы могли увидеть в седьмом сезоне а именно в его финале решил я кстати глянуть на все свои оценки эпизодов за все обзоры и посчитал какая от меня выходит оценка сезона в целом в общем сейчас вы видите все оценки эпизодов 9 сезона за все 16 обзоров средняя оценка сезона исходя из этого 8 и 3 десятых балла из 10 ну как то так в общем вышло в целом сезон очень даже был хорошим были и достаточно средние эпизоды типа 7 11 переоцененного 12 да и все наверное спасибо что смотрели на протяжении полугода мои обзоры этого сезона дальше до выхода нового сезона бхм буду делать различные топы которые вам нравятся ностальгические обзоры первый видос из этой рубрики про первый эпизод ходячих вам зашел а значит буду делать их дальше так что думаю вы не заскучаете не знаю кстати успею я или нет но в скором времени думаю стоит ждать обзор трейлера пятого сезона бхм а как оцениваете эпизод и в целом сезон вы напишите в комментариях или проголосуйте вопросе сверху но на этом все если вам понравилось видео то не забудьте поставить лайк подписаться на канал а также оставить комментарий и да не забываем и о группе во вконтакте до скорых видео ткстре и Продолжение следует...